29-й чемпионат Европы по женщинам. Уже второй соревновательный день и наши состязания начинаются. Майя Иванова из Болгарии. Первый выходит на помост. 75 килограммов установлен на штанге. И неплохое начало. Чуть ранее в группе «Б» закончились соревнования в этой весовой категории. Анна Гавилян из Армении пока лидирует в сумме. 78 килограммов в рывке, 96 в толчке. И я подняла как раз-таки армянская спортсменка. И сейчас, выходя на помост, Майя Иванова ориентируется в первую очередь на вот эти цифры. На 78 килограммов. Ну, остается только добавить, что Майя Иванова является двукратной призеркой чемпионатов Европы 13-го и 14-х годов. Последний международный старт был датирован на 14-м годом чемпионат мира Алматы, где было всего лишь 13-е место. Ну, при этом Майя Иванова стабильно набирает в сумме двоеборья 180-185 килограммов. То есть, у нее достаточно ровные выступления, если смотреть на статистику. Много успешных попыток. Ну, и вот примерно всегда на одном уровне выступает. Спортсменка 91-го года рождения. То есть, ей в этом году 25 лет исполняется в июне месяце. От Энери Эрнандес. Спанка первый выход на помост. 78 килограммов. Довольно легко. И очень уверенно для начала. Из последних стартов можно отметить чемпионат мира в Хьюстоне в прошлом году. В этом упражнении было 80 килограммов. Да, ну, итоговое место 22-е на чемпионате мира. Как говорили мы с вами в прошлых трансляциях, что, ну, пожалуй, только турецкие девушки конкурентоспособны на мировых стартах. Майя Иванова второй выход на помост. 78 на штанге. На штанге в случае успеха она будет проигрывать и Анне Гавелян из Армении, и также спортсменки из Испании. Ну, не получилось. Да, вот сбоку на повторе очень хорошо видно, что вес остался немного впереди. И как-то зафиксировать уже над головой не представлялось возможным. По всей видимости, никого больше нету к этим килограммам, и Иванова будет заканчивать свой рывок. И уже точно можно сказать, что проиграет его девушке, которая уже выступила в группе «Б». Я об Анне Гавелян. Две минуты дается спортсменке на отдых. Они потихоньку стекают. Нам показывают разминочную зону. Кристина Иову пока только начинает разминку. 40, даже 35 килограммов было на штанге. Болгарский тренер, кстати говоря, у нас сегодня олимпийский чемпион. Иван Иванов. Иван Иванов. Олимпийский чемпион Барселоны. Нет, точно такая же проблема, как и в прошлом подходе. Впереди. Ну, как-то вяленько выглядит Иванова. Не хватает куража какого-то спортивного. Да. Юлия Шварцбах появляется на помосте. Спортсменка из Германии. Раньше, а точнее до 2014 года выступала под именем Юлия Роде. Но вышла замуж за тяжеловлета Тома Шварцбаха. И, соответственно, сменила фамилию. Успешно справляется с весом 79 килограммов. И выходит на первое место в рывке. Так интересно, статистика дает только уже результаты после того, как она вышла замуж. Хотя я ее прекрасно помню и под фамилией Роде. Ну, из последних стартов у Шварцбах можно отметить скромные 75 килограммов на внутренних соревнованиях в феврале этого года. Ну, наверное, отборочный турнир как раз-таки к чемпионату Европы. А год назад в Тбилиси она была второй. 83 килограмма в рывке и 103 килограмма в толчке. Ну, так вот, ровные результаты. Что в рывке неплохо выглядит, что в толчке. Для попадания на подиум то, что нужно. Спортсменка Тунадаги не справилась тем временем с весом 80. Турция в этой весовой категории представлена двумя спортсменками, как это было и в предыдущем весе, до 48 килограммов. Так вот, сдваивают они участниц. Больше никого нет на этот вес. Да, ну показывают нам Майю Иванову. Хотя, наверное, лучше бы показали разминку лидеров. Было бы поинтереснее немного. Рекорды Европы в этой категории у девушек являются таковыми. 99 килограммов Кристина Иову, которые мы увидим чуть позже. На Олимпиаде в Лондоне был установлен этот показатель. Рекорд в толчке 126 принадлежит девушке из Турции Аулин Дезделен в Париже. Одиннадцатый год. Да, гораздо лучше, гораздо увереннее. Вероятнее всего, предстартовое волнение помешало справиться в первой попытке. И заканчивая тему рекордов Европы, а также сумма 219 Аулин Дезделен в Турции, в том же Париже. Атенери Эрнандес, вторая попытка, 81 килограмм. Уверена. Эрнандес в прошлом году в этом упражнении была серебряным призером. 83 килограмма. Сегодня уровень результатов повыше. Начальные заявки Паратовой и Иову 90 килограммов. Кристина Соболь 85, Ребекка Коха также 85 заявила. Бадиха Тунадаги, турчанка, именно ее вызывает 81 килограмм. Но, скорее всего, в большую сторону будет перезаявлено. И на помос выйдет вторая представительница Турции. Тема Ачартург. Появляется вторая спортсменка из Турции, которую мы еще на помосте не видели. И 82 килограмма. В случае успеха становится лидером. Да, довольно легко. И у нас смена лидера, насколько я понимаю. Нет. А в чем проблема, прошу прощения? Мне показалось, что не до конца зафиксировало. Если на носочки посмотреть ее, то давайте смотреть заметный повтор. На носки, видимо... Приподнят был носок. Да. Не было полной опоры и... Что вызвало сомнение у судьи. Но, с другой стороны, бросила вес она после сигнала судьи. Значит, кто-то... А сигнал звучит, когда два из трех судей принимают решение свое. Юлия Шварцбах. Тем временем на помосте 82 килограмма. Ну и, опять-таки, попытка занять первое место. Пока промежуточное. Да, что-то здесь без вариантов пока. Ты знаешь, Алексей... Такое вот обычно бывает, когда какой-то рекорд для себя такой неподъемный совсем, на который не готов. После прошлогодней Европы Шварцбах выступил аж шесть раз. Я смотрю на статистику. Это несколько многовато. Может быть, перенасытилось по мостам. Ну, насколько я знаю, в Германии и в Польше у них... Клубные соревнования. Очень много, да. Очень много выступлений постоянных. Тема Ачартурх. Второе появление на помосте. Дрогнуло. Так, да. Подрастроилась, сфокусировалась, зациклилась на предыдущем подходе. В особенности на решении судей. И... Оказывается, в крайне нехорошем положении для себя повисает на грани баранки. Турчанка... Хотя, вроде бы, вполне по силам эти килограммы на чемпионате мира прошлого года. Те же 82 были в рывке. Юлия Шварцбах. Да, ну не готова Юлия Шварцбах на эти веса. Заметно. В Тбилиси 83 покорялись. Но, видимо, совсем в хорошей для себя форме она была. Потому что последние старты даже 80 ни разу не проходило. Приводят в порядок гриф. И мы ждем появления турчанки Семы Ачартург. Третий подход. Очень важный. Тут уже речь идет не о борьбе за медали. А просто для того, чтобы продолжить соревноваться за итоговую сумму. Аплодисменты. Раздосаду она так немного бросила Сема Ачартург штангу. Да, я думаю, не на такой результат она рассчитывала. Действительно, ну легко, что в первой попытке, что сейчас. Подняла. Шанс определенный, конечно же, сохраняет. Все будет зависеть от девушек, которые сейчас будут появляться на помосте. Вели Еваджилия. Вау. Ничего себе. Только еще и встать надо. Все-таки зафиксировала. Вот это да. Вот это сейф. Мега тяжелый. Подъем. Я думаю, такой подъем дня на сегодняшний момент. В нарезки Евроспорта, я думаю, попадет этот момент. Да. Еще раз повторимся. Новое... Показывает, да, как надо бороться. Новое имя в тяжелой атлетике. Первый международный старт. Рифтер Дубой, Савадзумия, Вели, Албания. Вау! От Энери Эрнандес. Третий подход. 83 килограмма. Только же, сколько год назад было в Тбилиси. И год назад. 83. Это была серебряная медаль. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, вот. Совсем немного не хватило. Болгарии за болельщиков. Боролась Эрнандес до последнего. Немного потянула вперед. И поставила штангу ее на колени. Бадиха Тунадаги. Турецкая спортсменка. Та самая, которая начала так с неудачи. Эрнандес понимает, что станет звездой социальных сетей. Вот эта фотография, где она стоит на коленях со штангой. Я думаю, след за девушкой из Албании. С ее сейвом замечательным. Кристину Иову нам показали. 80 килограммов в разминочной зале. Легко. В приближечку, да. Турчанка перезаявила в большую сторону. И у нас появляется на помосте Кристина Соболь. Уверенная попытка и неплохое начало для нашей девушки. Да, очень важно. Центральный судья. Да. С локтями, может быть, какие-то вопросы показались. Ну, здесь нужно было совсем придираться. Потому что иногда бывает такое, что где-то на грани. Ну, на красный сигнал здесь, я думаю, что Кристина не набрала. Это точно. Кристина Собол. Раша проречная мечта. Приготовьтесь. Бадиха Тунагади. Шаг 5 килограмм достаточно большой. Для столь легкой весовой категории. Поэтому интересно будет посмотреть. Все-таки ва-банк пошли. Попытки зацепить какую-нибудь медаль. Да, ну, действительно пошли ва-банк. Ничего похожего на рывок не получилось. Ребекка Коха, латвийская спортсменка, 87, заявила. Соболь, 88 для второй попытки. И алманскую девушку ждем мы на помосте. А нет, как раз-таки первой на 87 подойдет Ребекка Коха. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот и она. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, с наступлением Нового года Ребекка уже перешла в новую возрастную для себя категорию. И уже стала юниоркой, выступая на чемпионате мира в Америке в прошлом году осенью. Она еще была йотом. Юноша и девушка до 17 лет. Да, именно так звучало. Ну что ж, так убедительно. Убедительно начинает Ребекка. В Кьюстоне Ребекка финишировала в рывке с результатом 87 килограммов. Сейчас столько же она подняла в своей первой попытке. И глядя на статистику ее выступлений в рывке, допустим, я вижу последние, наверное, 12 соревнований. И за эти соревнования у нее всего лишь одна неудачная попытка в рывке. То есть, очень такой высоченный процент реализации попыток. Так, у нас промежуточные итоги. Ребекка Каха пока первое место. Кристина Соболь на втором. Но еще две девушки не появлялись на помосте. Это Юлия Паратова и Кристина Иову. Они начинают с веса 90 килограммов. Албанка ввели. Третья попытка 87. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. В этот раз не получилось спасение. Хотя, так вот прям очень-очень похожие попытки были. Да, ну, все силы, видимо, отдала Вели Еваджилья. Ну, молодец, смелая девушка. Лезет под вес, не боясь ничего. Кристина Соболь. Очень важная попытка. Держать. Ну, сейчас вообще прямо локти четко. Без какого-то даже намека. Я бы сказал, что примерно такая же попытка. И центральный судья не стал чудить в этот раз. Акции мы поздравляем Кристину со временным промежуточным лидерством. Плюс ко всему еще остается одна попытка. Да, ну, вес уже близок к 90 килограммам. И сейчас все будет решаться. У нас остались попытки у четырех спортсменок. Которые между собой и будут разыгрывать медали этого чемпионата Европы. Медали в рывке. Юлия Паратова первая появляется на помосте. Действующая чемпионка Европы. И ошибается в самом начале. 29 лет. Юлия. Уроженка Одессы. И Кристина Иову выходит. Напомню еще раз, Кристина является обладателем рекорда Европы именно в этом упражнении. 99 килограммов. Олимпийские игры Лондон. Ой, как легко. Ну, если пойдет через пятерочку, то, может быть, и будет новый рекорд Европы сегодня. Скажем так, если во второй попытке она сумеет закрыть все вопросы по соревнованиям. Ребекка Куха. Немного левый локоть. Но я думаю, что судьи не сильно будут возмущаться. Как раз ответственные за руку судья. Один заметил. Ну что же, пока статистика нас не обманывает. И все попытки в рывке у Ребекки успешные. Нет, еще одна остается. Второй поход. Да, да, да. Но уже так тяжеловато, видно. Так, личный рекорд устанавливает. Ребекка 90 килограмм еще никогда не поднимала. Юлия Паратова исправляет ошибку. Но вот попытка одна потеряна на пустом месте. Кристина Соболь. И Кристина Соболь. Третий подход. Наша Кристина Соболь является чемпионкой Европы 13-го года до 23-х лет. Из последних стартов отмечаем Кубок России, где она отобралась на эту Европу. И как раз таки там те же 91 килограмм были в рывке. 91 килограмм на штанге. Попытка выйти в лидеры. Потому что 90 ничего ей не давало. Ай-яй-яй, прокрутила. Добрый. Ну что ж, очень жаль. На четвертом месте остается Кристина Соболь. Но четвертое место неплохо в плане борьбы за медаль. Именно в сумме двоеборья, а может быть и в отдельных упражнениях. Попытка выйдет. Показывают нам, что у Ребекки Коха и у Юлии Паратовой осталось по одной попытке. А Кристины и Овы их две. Ну что же, единственная юниорка заканчивает соревнования в рывке. И, в общем-то, дает жару взрослым девушкам. Ай-яй-яй. Небольшая ложка дегся в завершение выступления. Да, не получилось. Разбавила статистику. Ну, здесь уже взрослые соревнования. Результаты повыше. Приходится рисковать. И, соответственно, количество ошибок тоже будет вырастать. Тем временем Кристина и Ову будут пытаться вернуть себе лидерство в рывке. Ух ты. Да, вот так вот неожиданно легкость закончилась у Кристины и Овы. И 90 килограммов. Ну, болельщикам сборной команды России это, наверное, на руку. Да, отставание не такое большое даже от лидера. Будет... У Кристины еще попытка отставиться. Юлия Паратова. Третий подход. Да, вот так вот несколько неожиданно для меня справляется Юлия Евгеньевна Паратова. Ну так они вот с Кристиной Иову местами поменялись. Юлия Паратова тяжело начала с неудачной попытки, но на позитиве закончила. А Кристиной Иову наоборот, первая попытка очень и очень легкая, а во второй вот уже сбой произошел. Но правда есть еще одна попытка, приходится ей прибавлять 95 килограммов на штанге. Потому что Кристина Иову, собственно, вес имеет несколько больший, чем Юлия Паратова. Разница составляет 50 граммов. Ну что же, поздравляем Юлию Паратову с золотом в рывке. Да, так все это болниеносно произошло. Кристина Иову у нас на третьем месте. Ребекка Коха из Латвии серебряный призер этого чемпионата Европы. Вот так все поменялось местами. Плотность очень и очень такая высокая. Юлия Паратова, конечно, имеет отрыв 4 килограмма от второго места. Ну а дальше и Ребекка Коха, и Кристина Иову, и Кристина Соболь имеют шансы как раз-таки в борьбе за медали в толчке и в сумме. Посмотрим на албанскую девушку. Всего лишь 2 килограмма разделяет Кристину до второго и третьего места. Далее отрыв уже такой достаточно серьезный. К сожалению для себя, всего лишь в первой попытке она, вырвав 90, как мы можем увидеть. Да, но очень легко, очень легко справила Кристина Иову. К сожалению для себя, следующие 2 были неудачными, но даже этих показателей хватило для того, чтобы занять третье место. Ребекка Коха из Латвии. 90 килограммов, личный рекорд и серебряная медаль чемпионата Европы. Молодая девушка, 19 мая только исполнится ей 18. Ну что ж, по юниорам может вполне рекордов тоже наворочить. Рекорды, кстати говоря, юниорские, принадлежат как раз-таки Кристине Иову. И они как раз-таки являются и европейскими рекордами. Ну, в рывке точно, в толчке там есть небольшое расхождение. И чемпионкой в рывке стала Юлия Паратова. Двухкратная чемпионка Европы. Защита титула пока что проходит успешно. Ну, пока по итогам рывка самая такая убедительная позиция у Юлии Паратова. 4 килограмма отрыв. Ну, а у остальных девушек плотность высока. Итак, начинаем второе наблюдать за вторым движением. Толчок весовая категория до 53 килограммов. Вес на штанге 96 килограммов. И на помосте Майя Иванова из Болгарии. Начинает с самой первой, как и в рывке. Ну, тяжеловато. Тяжеловато ей. Алексей, тяжеловато, но... Опять же, подчеркну корни болгарские именно в технике выполнения. Особенно с груди такой, на мой взгляд, вполне себе болгарский толчок. С хлопком таким, звонким. Автоматическая надбавка. 1 килограмм. 97. Скорее всего, перезаяют большую сторону. И на 98 сразу три спортсменки подойдут. Это Бадиха Тунадаги из Турции. Юлия Шварцбах и Атенери Эрнандес из Панка. Иванова на 100. Сразу плюс 4. Тунадаги Турчанка на 100 свою первую попытку переносит. Юлия Шварцбах также переносит в большую сторону. И на помосте Атенери Эрнандес. 98 килограмм. Тунадаги Турчанка на 100. Толкает 98 килограммов Эрнандес. Такой широкий хват у нее, чтобы при взятии на грудь. Что во второй фазе толчки. Сумма 179 и она является на данный момент, становится на данный момент лидером. Обходит армянскую спортсменку Анну Гавилян, которая выступала в группе Б и набрала 174 килограмма. Юлия Шварцбах. 99 на штанге. Не совсем заладился рывок у Шварцбах. Бронзовый призер прошлой Европы будет пытаться реабилитироваться за счет второго упражнения. Довольно звонко на грудь. Да, так по-настырному, с характером. Но из лучших показателей в этом упражнении у Шварцбах выделяется результат 104 килограмма где-то на клубных соревнованиях в 15-м году в Германии. Бэдиха Туна Даги. Турчанка 100 килограммов. Следом за ней пойдет Ребекка Куха. По крайней мере, именно столько Ребекка заявила для своей первой попытки. И затем Кристина Соболь. У Туна Даги такой же, что и в рывке. Боевой окрас в виде магнезии на лице. Не удался. Швонг. Так же, как и в толчке. Ой, так же, как и в рывке. Турчанка первую попытку не поднимает. Ребекка Куха на 102 перезаявила. И Кристина Соболь на помосте. Тяжеловатый съем был. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, ну, к сожалению, второе упражнение подводит Кристину Соболь. Да. Неудачное начало. Все-таки, наверное, рывок коронное упражнение. Ну, покомфортнее наши спортсмены. Наверняка. Приготовились. Потому что год назад на Кубке России, помнится мне, Кристина Соболь выиграла рывок с таким, ну, запасом. И в толчке проиграла тогда. Ну, вот в январе этого года 105 килограммов на Кубке России Кристине Соболь покорились. Тем временем Вели Еваджилия, Албанка, которая продемонстрировала характер и с огромным трудом подняла в своей первой попытке вот 83. Сейчас 100 килограммов берет. Майя Иванова. Все еще продолжает борьбу болгарка. Видели мы ее в самом начале наших соревнований в толчке. И уже довольно много времени прошло. Вторая попытка и всего лишь тяга. Да, обратили мы свое внимание еще в рывке, что не хватает задора соревновательного Майя. Как-то очень сонно выглядит девушка на помосте. Не в лучшей своей форме. Даже Ваня Иванов не может ей ничем помочь. Ваня Иванов не может ей ничем помочь. В операциях выполнить спортсменка из Турции Туна Даги, а затем Кристина Соболь. Ваня Иванов не может ей ничем помочь. Перестояло. Как-то задержалось. У нас пошла такая цепная реакция неудач. Надеюсь, Кристина Соболь нарушит подход событий. Но она его начала. И поднимет. Поднимет 100 кг. Очень важно набрать какую-то сумму определенную. Итак, Кристина Соболь. Вторая попытка. На грудь получше. Ай-яй-яй. Не фиксирует. Не фиксирует над головой вес Кристина. И повисает. Повисает на грани баранки. Султан Османыч. Тут как тот. Ну, человек с огромным опытом. Я думаю, не раз он находил нужные слова в таких ситуациях. Это точно. Конечно. У истоков женской тяжелой атлетики он стоял именно при нем. В России. В России. Ну, где Россия, там и международные соревнования, в общем-то. В 2000 году впервые. Олимпийские игры прошли, да. Да. И уже в 28-й раз проходит чемпионат Европы среди женщин. Майя Иванова на помосте. В прошлом подходе лишь тяга была. И в этом. Точно так же. Ну, какие-то проблемы. Проблемы, о которых мы, наверное, даже не знаем. Байдиха Тунагади. Турчанка. Турчанка. Третий подход. Турчанка. Турчанка. Ну что же. К счастью для себя Турчанка справляется с начальным весом. Правда, в третьей попытке. И набирает сумму 180 килограммов. Кристина Соболь. Давай, давай. Проигрывая, проигрывая. Девушки из Албании вели. Кристина Соболь. Сейчас появится на помосте. Такая же у нее ситуация. Также нужно поднимать. И сейчас хотя бы просто набрать сумму 188 килограммов. Потому что на данный момент сумма ноль. Пошла не ввести ровно шаг. До конца вверх. Нет, 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 нет. И у нас есть анти-новость, анти-рекорд. Баранка от первой же девушки, выступающей в нашу страну. К сожалению, Кристина Соболь из Ростовской области. Город Сальск. Получает нулевой результат. Да, у нас наша команда женская не в полном составе на этом чемпионате Европы. Ну вот еще и нулевая оценка вдобавок. Совсем не кстати. От Энери Эрнандес. 101. Высоко работает как. А встает уже очень тяжело. Похоже на Виншале, добая француза по технике. С широченным вкладом так толкая. На нот. Вес на штанге вырос и сразу спортсменки стали поднимать. Стали поднимать. Еще одна попытка у испанки остается. А у нас на помосте Эрбека Коха. 102 килограмма. Уже близко к своему личному рекорду. В Юстоне 105. Показала. Ребекка. Ребекка. Да, с груди. Очень легко. 192 килограмма. Сумма. Да. Ну, Ребекка Коха на втором месте у нас финишировала. То есть, в общем-то, одна из претенденток на медали сегодня. Ну, Ребекка в данный момент своей первой попыткой повторила свою лучшую сумму. 192. Да, да, да. Которую она набирала в Хьюстоне. И каждое следующее ее появление будет ее личным рекордом по набранным килограммам в сумме. Аппаратова Юлия выиграла чемпионат Европы в прошлом году с суммой 200 килограммов. Тем временем Юлия Шварцбах. Да, но с груди получше, чем на грудь. Хотя у меня в памяти первая попытка, она была очень отлична от этой. 102 килограмма. Здесь еле встала, мне показалось, уже с весом. В Тбилиси 103. Немало Юлия, тогда это бронзовая медаль была. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 было бы чудо все-таки толкнуть 103 спортсменка молодая 21 год я думаю еще покажет она тебя чемпионатах европы Юлия Паратова со 108 начинает соревноваться в толчке а Кристина Иоу 110 заявила такая вот заявка серьезная ну Кристина Иоу как раз будет ликвидировать нехватающие ей килограммы образованные в уже повторять все-таки попытки шварцбах 104 подходит на международных соревнованиях не поднимала такой вес мы в общем-то сегодня тоже не получилось и заканчивает шварцбах свое выступление на этом чемпионате Европы пока на пятом месте суммой 181 килограмм сейчас три девушки будут бороться между собой ну точно за попадание вот на на подиум на подиум да именно в толчке и турчанка и спортсменка из Албании и Ребекка Коха все они заявили 105 килограммов ну Албания в своем стиле выступает как-то трансляциях я отмечал что очень низкая результативность вот по реализации подходов среднем срабатывают на по одной попытке одна в рывке одна в толчке спортсмен из Албании ну такая вот тактика наверное тренерского штаба которые все-таки определяет на какой вес идти с какого веса начинать идут ва-банк и не всегда это удачей заканчивается это Ребекка Коха 105 личный рекорд личный рекорд в сумме это точно да в толчке 105 ей покорялись и на юношеском чемпионате Европы и на чемпионате мира в Хьюстоне ну что же есть плюс три килограмма своему лучшему показателю и остается еще одна попыточка кстати говоря этим подходом она сама себя же и обогнала ну решение правильное Ребекка сейчас набрала такую хорошую сумму и стала наверное недосягаемой для скажем так тех кто шел после нее именно по итогам рывка потому что не подними она 105 килограммов и турчанка а возможно и албанская девушка могли добавить пойти ва-банк может быть и поднять этот вес а сейчас конечно им нужно поднимать очень и очень много ну единственная я думаю девушка которая даже теоретически могла отрезать Кристину Йову это была как раз таки наша Кристина Соболь да к сожалению были хорошие шансы нулевой результат тема Ачартург 106 килограммов да вот так вот Турчанка покоряются 106 да выходит в лидеры обходит на один килограмм в толчке Ребекку Куха и соответственно Ребекке нужно поднимать больше ну вот смотрите в рывке шестая а за счет толчка как у нее хорошо получается вообще корректироваться по ходу и напомним что еще одна попытка в запасе Вэли Иваджилия албанская спортсменка на помосте она самая легкая в этой весовой категории поэтому в случае успеха Турчанку обойдет ну как я говорил по одной попытке в рывке и в толчке да могла бы обойти но только в толчке получается в рывке под отстало да с 83 килограммами не знаю это футбол а 1 1 1 Юлия Паратову Юлия Паратову КОХ-108 заявила, да, решили, наверное, посмотреть на Юлию Паратову, как у нее сложится подъем в первой попытке. В Тбилиси Юлия Паратову 110 подняла. Хорошо, на прямые руки, и есть новый лидер. Ноу-лифт? Я не ослышался. Спасибо. Возможно, жюри вмешается и отменит это решение. Давайте смотреть на локти. Здесь именно в локтях было дело. Для нас, с левой стороны. Дожима, да, как такового не было. Плохое включение у спортсменки. На самом деле в правилах-то прописано, что перед выходом на помост, если у тебя плохое включение, то нужно это показать судьям. Ну, ты знаешь, Алексей, здесь у Юлии не тот вариант, что нужно показывать. Видели мы... Ну, совсем, да. Ключки посерьезнее. Не спеши. Да, вот так вот, к сожалению, бывает. Судейские решения влияют на ход событий по-разному. Чуть похуже на грудь уже. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну, вот сейчас, как раз-таки, если прошлую не засчитали, то здесь это более откровенно было. Да, не засчитывают. Не засчитывают. Два к одному, два к одному, да. Фу, перезаявлять надо здесь, я думаю, Юлии. Никого нету больше на 108. И посмотри, какое, в принципе, правильное было решение латвийских тренеров перезаявить, чтобы посмотреть на первую попытку. Посмотреть, потому что в данной ситуации у нас что получается? Если вдруг не справится Юлия Паратова, то тогда Ребекка Коха... А, ну, Кристина Иова. Могла бы побороться с Кристиной Иову. Для этого нужно было, конечно же, дождаться и ее выхода на помост. Все-таки Ребекка Коха легче. Можно было 110 заявить. Попробовать все-таки поднять их. Ну, все равно сейчас на штанге личный рекорд. Который этой спортсменке не покорялся никогда. Ух ты! Молодец! Четко фиксирует над головой вес. Рекордный для себя вес. Сразу два личных рекорда устанавливает 17-летняя Ребекка Коха. В прошлом году, я помню, не заглядывая в статистику, мазанула она заключительную попытку свою с груди. Да, да. Молодец. Показывает хороший рост, хорошую динамику. 198 килограммов сумма. АПЛОДИСМЕНТЫ Турчанка у нас имеет еще одну попытку. Я думаю, на один килограмм больше заявит. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, так и происходит. Вот так вот, не успев начать свои соревнования в толчке, Юлия буквально посерединочке пропускает Ребекку Коха. И сразу же третья попытка заключительная и попытка уйти от нулевого результата. Двукратная чемпионка Европы в этой весовой категории должна показать сегодня свой характер, я думаю. Ай-яй-яй. Держи! Все, без вопросов. Да. Да, уходит от нулевой оценки Юлия Паратова. И сумму-то набирает хорошую. И запас просматривается. Кто бы говорил, что предолимпийский чемпионат Европы слабый. Пока сумма лидера у нас составляет 202 килограмма. Уже на 2 килограмма больше, чем в прошлом году. И еще Кристина Иову, думаю, будет пытаться улучшить. Ну, не забываем, что Иову выступает после перерыва, вынужденного перерыва. Ачартург 109. 109. Она у нас пока идет на третьем месте. Если Иову хотя бы одну попытку выполнит, то на четвертое место отодвинется. А вот в толчке сейчас попытка зацепиться за медаль. Да, поздравляем Турцию с медалью. Это чемпионат Европы. Вот так вот, я думаю, никто не ожидал. Ну, все три попытки 103, 106 и 109 у Турчанки выполнены. Пока она лидер. Обходит на 1 килограмм и Юлию Паратову, и Ребекку Коха. Три попытки Кристины Иову сейчас будем наблюдать. Да, одна девушка осталась. И не сразу будет она закрывать все вопросы сегодня. Пока зачет и золото в толчке. Да, очень мощно, очень внушительно. Да. Ну что ж, поздравляем Кристину Иову с золотой медалью. Полчке с уже минимум серебром. Кстати говоря, Кристина Иову является обладателем юниорского рекорда в этом упражнении 120 килограммов Олимпиада Лондон. И ей же принадлежит юниорская сумма 219. Все там же. А вот уже по девушкам, как я сообщал чуть ранее, 126 рекорд Европы в этом упражнении турчанка Дезделен. И ей же сумма 219. 113 устанавливают на штанге. Именно столько нужно Кристине Иову для того, чтобы выиграть этот чемпионат Европы. Две попытки у нее имеются. Конечно же, не стоит это откладывать. Нужно поднимать сейчас. Да, вот у нас таблица. Именно результатов в толчке. Уже никто вмешаться в расположение не сможет. Юлия Аппаратова лишь на четвертом месте. Ну а так, для размышления, заканчивая тему рекордов, рекорды мира по женщинам. В этом упражнении Зульфия Чиншала, олимпийская чемпионка. 134 килограмма аж. Да. Весомо. Очень ответственный момент для Кристины. Большое золото. Золото чемпионата Европы 2016. Ух, как легко. Да, абсолютно никаких вопросов, никаких проблем с выполнением победного толчка. И чемпионка Европы перед вами. Будет использовать еще одну попытку? Я думаю, да. Или остановится? Понятно. Все, что можно, она получила. Ну, наверное, лишний опыт выхода на международный помост ей не помешает. Рыбекка. Так, непонятно, довольны своим выступлением или нет. Ну, уже, несмотря на юный возраст, у нее много побед на международных соревнованиях. Юншеских, юниорских. Ну, пока что 120 килограммов, заявила Кристина Иова для своей третьей попытки. Прилично. 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 Итак, бронзовый призер Олимпийских игр Лондона Кристина Иову, прибавив уже себе очередной титул чемпионки Европы этого года, будет ставить жирную точку. Да, очень уверенно работает. Да, здесь неизвестно Юлии Паратовой даже, когда она больше подняла. Я думаю, что Кристина Иову... 120 килограммами доказала, да, Кристина Иову, что... Все сказала, что хотела и могла больше сказать. Поздравляем Румынию с золотой медалью. Стал hinоп physically сдеicanут. Старайтесь, старайтесь, старайтесь! Отвечения! ym!